Доброе утро, дорогие друзья! С вами встречает этот новый день Павел Михно. И сегодня я, как всегда, спешу порадовать вас самыми интересными новостями. Это программа Фрэш-новости. Мы начинаем! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О финансовых новостях. Наиболее выгодный курс покупки доллара сегодня составляет 2 рубля 1 копейка, евро 2 рубля 40 копеек и 3 рубля 52 копейки за 100 российских рублей. Такие курсы валют предлагают Технобанк, Абсолютбанк и Банк Белвеб. А вот наиболее экономичная продажа валюты осуществляется в Белогропромбанке, Белгазпромбанке и Абсолютбанке. Курс продажи доллара составляет 2 рубля 1 копейка, евро 2 рубля 41 копейка и 3 рубля 51 копейка за 100 российских рублей. Сегодня белорусскому художнику Александру Исачеву исполнилось бы 63 года. Этот мастер кисти, работавший в техниках живописи и графики, родился в городском поселке Азаричи Калинковического района. Сначала художник получил образование в Республиканской школе-интернате по музыке и изобразительному искусству для одаренных детей в Минске. Затем жизнь связала его с Ленинградом, где Александр Анатольевич участвовал в выставках ленинградских художников нетрадиционных направлений. В творчестве он ориентировался на классических европейских мастеров живописи, а основными сюжетами его работ стали библейские. Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь выпустило короткометражный анимационный сериал об основах техники безопасности под названием «Волшебная книга». Сюжет разворачивается вокруг коварного серого волка, пытающегося съесть умного бобра, беспокойную птичку и любопытного зайца. Для того, чтобы осуществить свой ужасный план, «Волк» подстраивает несчастные случаи, из которых друзьям помогает выпутаться говорящий компьютер. Главное достоинство волшебной книги в том, что анимационный сериал в доходчивой и увлекательной форме объясняет детям основы техники безопасности. Сегодня в Гомельской центральной библиотеке имени Герцена пройдет фестиваль рождественских колыбельных. Организаторами мероприятия выступают Свято-Никольский мужской монастырь и библиотека имени Герцена. В рамках фестиваля прозвучат знакомые всем колыбельные и малоизвестные произведения на языках разных стран мира. Также на сцену выйдут профессиональные вокалисты и самодеятельные артисты различного возраста. Мероприятие, которое организаторы позиционируют как семейное, пройдет уже в шестой раз. Зрителей ждет не только исполнение колыбельных, но и мини-пьеса по произведению Степана Писахова. Как купчиха постничала. Кроме того, организаторы обещают сюрпризы и музыкальные эксперименты. К примеру, колыбельные в стиле рэп. Завершится мероприятие совместным чаепитием за сладким столом. Среди основных целей фестиваля – укрепление традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей, поддержка и популяризация семейного творчества, сохранение и преемственность традиций. Завтра в городском центре культуры состоится юбилейный концерт народного любительского коллектива Республики Беларусь Молодежного хора «Возрождение». Свое 25-летие коллектив под руководством Галины Еременко отметит программой «Вифлеемская звезда». В концерте также примут участие народный хор «Радейка» Коминского государственного колледжа искусств имени Соколовского и солисты детской школы искусств номер 5. Начало концерта в 18.00. Вход для всех желающих свободный. Завтра в 17.00 в картинной галерее Гаврила Ващенко состоится открытие выставки самоваров из коллекции Сергея Путилина и Владислава Шишигина. Для молодого поколения самовар – символ старины, хотя еще в 70-е годы прошлого века электрические самовары были совсем не редкость и даже производятся в наши дни. Именно этот предмет мы знаем, помним и ассоциируем с русским чаепитием. Выставка покажет не только огромное разнообразие самоваров, но и множество других принадлежностей для чаепития и столовых приборов 19-го – начала 20-х веков. Также во время открытия организаторы планируют познакомить гостей с настоящей чайной церемонией. Выставка продлится на 25 февраля. Популярность пиццы неустанно растет, а такая удобная услуга, как доставка, только увеличивает спрос. На сегодняшний день ряд компаний-изготовителей этого блюда занимаются разработкой беспилотного фургона-доставщика еды. Концепт сможет разместить в себе мини-магазин. Беспилотник планируют сделать электрическим, а внутреннюю конфигурацию его можно будет полностью сменить за сутки. Есть вероятность, что представить самоходный образец могут к Олимпийским играм 2020 в Токио. Работать с братьями нашими меньшими довольно непросто. Главная трудность заключается в невозможности договориться на языке, понятном собеседнику. Так случилось с репортером телеканала BBC Алексом Донлопом, когда он записывал сюжет в одном из британских зоопарков. По сценарию в кадре лемуры не планировались, но местные зверьки проявили к журналисту повышенный интерес. Сначала один лемур уселся ему на плечо, а другие время от времени запрыгивали на него, рассчитывая получить что-нибудь вкусное. Однако в какой-то момент что-то пошло не так, а вскоре и вовсе вышло из-под контроля. Животное облепили репортера и даже порядком искусали. Однако по итогам работы Алекс признался, что для него эти моменты стали самой приятной частью съемок. И отметил, что при создании сюжета ни один лемур не пострадал. Новая модель BMW M5 установила рекорд Гиннесса по самому продолжительному управляемому заносу. В этом состоянии автомобиль находился около 8 часов, пользуясь дозаправкой на ходу. Рекордный заезд провели в американском штате Южная Каролина. За рулем пятерки находился инструктор американской школы водительского мастерства BMW Йоханн Шварц. Кстати, именно ему принадлежит предыдущее достижение BMW, установленное в 2013 году. Пять лет назад мастер вождения преодолел 82,5 километра, миновав боком 322,5 круга. В этот раз он держал спорткарт в управляемом заносе в течение 2000 кругов, пройдя невероятные 374,17 километра. Это более чем в два раза превышает прежний рекорд июня 2017 года, когда на Toyota GT86 преодолели в дрифте 165 с небольшим километров за 5 часов 46 минут. Кстати, дозаправку производили на ходу. Для этого двум машинам пришлось кружиться в синхронном вальсе на протяжении 63 километров. Это также нашло отражение в книге рекордов. Это не кадры из голливудского блокбастера. Это происходит на самом деле. В американском штате Северная Каролина из-за аномального холода аллигаторы буквально вмерзли в лед. Специалисты успокаивают, что рептилии могут переносить низкие температуры. Из-за аномальных холодов животные не погибли, а впали в спячку и с потеплением обязательно проснутся. Пока же посетителям заповедника, где обитают аллигаторы, разрешают трогать опасных хищников за носы. Напомним, что в Соединенных Штатах этой зимой установились рекордно низкие температуры до 30 градусов мороза. Зима затронула даже самые жаркие регионы – Флориду и Калифорнию. А в штате Массачусетс автомобили и вовсе после ливня покрылись коркой льда. Ученик начальной школы города Жао Тонг, расположенного в Китае, пришел в школу с обмороженным лицом, заиндевевшими бровями и волосами. Мальчик каждый день ходит в школу, которая находится в 4,5 километрах от дома. Однако из-за неожиданных холодов после долгих праздников ребенок не оделся соответствующим образом. Появление мальчика в таком виде вызвало удивление и смех среди его одноклассников, сообщает издание СРС. По данным гидрометеорологов, в тот день это было минус 9 градусов по Цельсию. Многие соотечественники поддержали школьника, а фото мальчика стало вирусным в социальных сетях. Это были Фрэш-новости. Для вас я готовил Павел Михно. И помните, доброе утро приносит добрый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...